Квадрат со стороной n как-то повернут, я не знаю как, но вот как-то повернут, как-то сдвинут. Вот он есть, квадрат со стороной n. Скажите, пожалуйста, при этом его площадь изменилась? Нет. Значит, его площадь это, конечно же, n в квадрат. Как выглядит формула пика? Да, давайте. Это количество внутренних узлов. Дальше. Дальше. Что такое точки, лежащие внутри, на сторонах квадрата? То есть, какая величина вообще-то нас интересует? Нас интересует величина k. Это b плюс i. А формула у нас вот на такую величину. Давайте смотрим, что у нас здесь есть. Единичку можно перенести. i плюс b пополам. Это что у нас? Это n квадрат плюс 1. Согласны? Да. Замечательно. Значит, величину k я могу записать следующим образом. как n квадрат плюс 1 плюс b пополам. Согласны? b это b пополам плюс b пополам. И плюс b пополам это n квадрат плюс 1. Если мы с вами сейчас докажем, что вот эта штука, b пополам, не больше, чем 2n, то есть, в общем, b пополам не больше, чем 2n, то тогда эта вещь будет не больше, чем 1 плюс 1 в квадрате. Другими словами, мы должны доказать, что b не больше, чем 4n. Сможем ли? 4n это всего количество точек на границе квадрата. В том самом случае. Надо доказать, что b не больше. Квадрат повёрнут. Я не говорю о квадрате со сторонами параллельными осям координат. Квадрат расположен как угодно. Повторяю вопрос. Почему b не может быть больше, чем 4n? Между прочим, если квадрат расположен в сторону вертикально-оризонтальная, то тогда b это в точности 4n. Квадрат со стороной n расположен на плетической плоскости. То есть на плоскости, где введены координаты, где мы знаем, какие точки введены целые. b это количество граничных точек. Количество точек, попавших на границу. Почему b не может быть больше, чем 4n? 4n от периметра. И что? Молодец. И что? И по периметру я введен в 5 точек больше. Почему? Расстояние по периметру между точек. Молодцы. Потому что расстояние по периметру. Ребята, представьте себе, что у нас здесь есть много точек с целыми координатами. Я уж не знаю, как они. Они могут быть в вершинах, могут быть не в вершинах. Но представьте себе, что их много. Тогда мы скажем, что если идти по ним и вот так вот, да? Понимаете? То это будет, конечно, не больше, чем периметр. Потому что есть такой факт. Если у вас один выпуклый многоугольник расположен внутри другого, то в таком случае периметр внутреннего не может быть больше периметра внешнего. Значит, когда вы так вот пройдете, только по целым точкам, то вы получите расстояние не больше, чем 4n. Но при этом каждый шаг у вас в минимуме единицы. Потому что когда вы идете из точки с целыми координатами в точку с целыми координатами, то вы в любом случае проходите единицу или больше, да? Потому что если вы меняете только одну из координат, то одна единичку. А если вы меняете обе координаты, то больше, чем на единичку. b не больше, чем периметр. А периметр равен 4n.